Люди хорошие. Если они получают штрафы за неоплату парковки, это не потому, что они специально не оплатили, а потому, что, скорее всего, они вовремя не нажали в приложении, они вовремя не поняли, не сообразили или приложение глюкануло. То есть, на самом деле, 5000 рублей – это большая стоимость за оплату парковки в 40 рублей в час, например. И, понятное дело, что человеку проще оплатить. Но так выходит, что люди ошибаются. Это хороший признак и показатель того, что даже если мы штрафы за нарушение ПДД сделаем в 10 раз дороже, то все равно люди ошибаться будут. Вы поймите, когда человек спотыкается на дороге, если вы даже штраф за это введете, он все равно будет спотыкаться на дороге. Это происходит случайно. В этом вся фишка, потому что есть осознанные нарушения, вот за них надо бить палкой. Другое дело, когда люди ошибаются, надо делать инфраструктуру, которую будет им прощать. Поэтому мы выступаем за то, что в московском приложении появилась возможность начать парковочную сессию прошлым временем. То есть, вы встали на парковочное место, забыли оплатить, через 2 часа вспомнили, должны отмотать это время назад и нажать запуск для того, чтобы за эти 40 или 80 рублей в час, но вы реально не получили штраф в 5000 рублей.